итак добрый день дорогие друзья добрый день сегодня у нас урок торы находясь в дороге знаете как если будешь изучать слова эти сидя дома и находясь в дороге ложась и вставая вот сейчас мы едем едем по каким очень красивым местам по красивым местам это дорога на мертвое море от иерусалима на мертвое море видите такие прямо пейзаж детей такой и будет у нас сегодня урок торы по пути значит недельная глава недельная глава ноах и в этой недельной главе рассказывается о том как всевышний уничтожил первую версию человечества тестовую версию версия номер один и от ноаха пойдет версия 20 версия человечества 20 и мы сейчас в этом разберемся как и почему всевышний решил уничтожить человечество мы уже знаем а сейчас мы изучим нюансы эти нюансы с этим связанные до соединяться с этим связанные хорошо и так значит не сказал бог твоим рашем ли ноах и сказал бог ноаху бота в кольбе тэха и латэва китка раити цадик ли фанай бедоразе значит он ему сказал заходи ты и вся твоя семья в ковчег потому что тебя увидел я цадиком передо мной в этом поколении значит мы видим что все поколение извратила свой путь все поколение нельзя сказать они не могли забыть о всевышнем они знали что если вышли но они абсолютно жили как сейчас живут многие люди исходя из мысли что всевышний есть но я буду делать только то что я хочу такой был у них подход жизни подход к сожалению в то время так как думала большинство людей и всевышний сказал что мир я сотру кроме ноаха одного я оставлю и сказал ему также от всего от всего домашнего скота чистого возьми себе 77 мужскую женскую особь и швей что как бы мужчину и женщина в жену его возьми и от скота который нечистый возьми два по две особи мужскую и женскую и от птицы небесная возьми по 7 самца и самку чтобы для чего лихает зеро альпне коль ар цену сказал сохранить значит сохранить потомство сохранить все живое на земле и он сказал взять из каждого вида по чистые по 7 то такие чистые животные до тех которые потом приносили в жертву которых можно было приносить жертву и они называются чистые животные и он ему дальше сказал кили амим от шва что через 7 дней будет дождь на землю 40 дней и 40 ночей и сотруя все существующие махитит колей кум все все мироздание я сотру значит ажара сити мальтная дома то что сделал с поверхности земли отсюда мы кстати учим что то что было в воде она не исчезла рыбы они были которые до потопа они остались и значит именно он стер то что касается поверхности земли почему стер он создал он стер почему он стер потому что человек у которого есть свобода выбора в том формате в котором он был до потопа выбирал не реализовывать замысел всевышнего и значит делать идти против бога отсюда мы видим какую свободу выбора бог дал человеку насколько глубокая глубокая такая свобода заложена в каждом из нас и несмотря на то что был замысел всевышнего был план всевышнего как надо и он сказал людям как надо он сообщил заповеди и адам решено и каин сказал как надо поступать но бог так сделал так сделал мироздание что чеки не свобода выбора не поступает как бог сказал даже если бог лично это сказал как они были пророки они это слышали значит но бога тоже есть свобода выбора и он по своей свободе выбора он стер человечество но оставил почему но он был праведник он был праведник томе он я то что вот как раз 5 отрывок и сделал и сделал но все как ему приказал бог как ему бог повелел так он и сделал в этом и называется праведность праведность это когда ты делаешь что стараться делать бог твой выбор твоя свобода выбора реализованы в том что ты идешь против своего желания и делаешь то что сказал делать бог вот и все это как бы понятно очень понятная свобода выбора и человек который вот некоторые говорят я значит свободный да не религиозный человек такое он говорит я свободный мы светские люди мы мы свободные да а религиозные они не свободны а тут как раз с точностью наоборот когда человек не религиозные он находится в плену своих желаний эти его желания они являются реакции на какие-то внешние тридеры которые ему дает окружающий мир понятно да идея то есть например человек говорит я буду есть то что я хочу но он есть не то что он хочет но есть то что ему показывают в рекламе это что его приучили есть когда-то в какие-то периоды предыдущего жизни и он находится в плену этих своих о отлично есть такие периоды в жизни вот сейчас есть период когда нет энергии вперед когда есть период когда нет связи есть период когда есть все в этой в этом мире очень периодично как сказал словом амелых во второй главе каэлита он сказал время есть время для всего время собирать камни время разбрасывать время говорить время молчать время на то время на это то есть всегда есть разные периоды и точно так же вот мы сейчас едем как жизнь это как дорога как дорога такая и бывают разные периоды и мы сейчас проходим например я думаю что весь мир сейчас проходит тяжелый период но надо помнить что перед тяжелым периодом был легкий прекрасный период и надо помнить об этом и значит что после тяжелого периода тоже будет легкий прекрасный период и тоже надо об этом помнить все периодично и в тяжелый период нужно что сделать вот мы сейчас и узнаем что же надо было делать в потоп что ему повелел господь значит вы ноху 600 лет в этот момент в момент этой всей истории и поток был водами на земле в его ноху банан бы и что у нашей банан и то это его мимо будет значит и вошел ноах его сыновья его жена и жены его сыновей в ковчег из завод потопа значит они вошли именно из завод потопа я думаю во вчерашнем отрывке было про ковчег давайте чуть напомню вам про ковчег какой он был ковчег был 300 локтей длиной то есть 150 метров длиной представьте себе футбольное поле ещё половина футбольного поля это была длина ковчега он был 50 локтей высотой это 25 метров представьте себе десятиэтажный дом 10 этажный дом это как раз 25 метров то есть десятиэтажный дом длиной как полтора футбольных поля и 30 локтей шириной то есть 15 метров он был шириной 15 метров что было понятно нам как это ширина это как пятиэтажка такая да по высоте и в нем было три этажа и он был сделан из дерева вот это дерево гофр я не знаю как переводят на русский но говорят нам комментатор очень интересную вещь про это дерево в этом дереве оно было такое дерево легкое воздушное это была метафора на тот мир который будет после потопа что в мир предыдущий он был очень материальные земной очень сильны были материальные инстинкты земля люди жили тысячи лет то есть была очень сильная была материальная часть и была очень слабая духовная часть после потопа всевышний изменил структуру мироздания и сделал так что материальная часть в человеке стала слабее тело стало слабее что такое человек вообще да но вы посмотрите шерсти нет постоянно какие-то там болезни что-то болит любая кошка сильнее чем человек в разы в относительно массы тела до любая птица в сотни раз сильнее чем человек относительно масс массы тела до изучать мог как птица вот так вот махать руками быстро вы не представляете что было выписать если бы сейчас можно было летать я бы например очень бы хотел но человек слабый такой и он за счет своей слабости физической у него усилилась у него усилилась интеллектуальная духовная часть это то что было после потопа и вот значит сейчас бог сказал зайти зайти ноху его сыновьям и его жене в этот ковчег и женам сыновья не зашли и в тот самый день вошел но и шем и хам и яфы сыны ноха и жена ноха и три жены его сынов с ними в ковчег значит и все животные тоже они все пришли в последний день тут очень есть одна интересная здесь есть одна очень интересная такой нюанс значит он строил ковчег насколько я помню 120 лет 120 лет он строил ковчег и к нему подходили люди и говорили ну что типа что ты строишь он говорит ковчег через 120 лет будет потоп всевышний сказал что он уничтожит землю все а вот это вообще такой дурак этот но вообще он все равно строил ковчег и есть такая шутка такая шуткая что ног был самый неудачный в жизни приближатель к богу да как это называется тот кто не пропагандист но тот кто просвещает людей у тебя например это называется на иврите словом керу приближение да тот кто занимается приближением к богу и обучением образованием в религиозной сфере но был самый большой неудачник он за 120 лет не сумел приблизить богу ни одного человека то есть это как бы когда проводятся вот обучают тех людей которые рассказывают про тору там и так далее ему говорят вот не будь как но а что значит в чем была его ноаха уникальность он строил ковчег нему люди приходили он и спрашивали что ты делаешь он нам говорит мы что дело я делаю значит вот я делаю ковчег я строю и они над ним смеялись и мало этого не смеялись они говорят смотри и же не спасешься если реально будет как будет потом то мы разобьем твой ковчег что ты думаешь ты один уплывешь а мы тебе дадим уплыть говорили люди в то время были злодеи бог же уничтожил мир за за грабеж за из ну за то что они извратили свой путь на земле и они ноху говорили мы тебя убьем мы тебе все равно не дадим на этот ковчег подняться даже если ты прав даже если будет потоп мы свой путь не изменим мы будем действовать так же как мы действовали до этого но если все-таки ты оказался прав значит мы тебя убьем и когда наступил потоп самый последний момент ноах его сыновья поднялись в ковчег и звери которые сами пришли все звери все животные они пришли сами они значит не дали звери там медведи разные дети и звери и так далее и всевышний не дал людям убить ноаха и он отплыл на этом ну то есть он спасся интересно еще что там в тексте было видно что бог сказал ноаху что-то задача построить ковчег и собрать еду для всех видов животных но животные придут сами там это видно из текста что в животные бог вложил в те животные которые остались чистыми и не извратили свой путь на земле всякие там смеси и так далее они не зашли зашли чистые животные значит они зашли сами это нам лично сегодня вот что мы отсюда можем учить давайте практику возьмем практику что мы сегодня можем учить на сегодня сравнивается сравнивается на сегодня ковчег с изучением торы есть такое слово тэва тэва это ковчег на иврите и тэва это слово и тэва это ковчег и на сегодня мы можем спрятаться от всего зла которая есть в мире мы можем спрятаться от всего негатива которые есть мире от всего плохого и страшного что есть мире мы можем спрятаться где в словах торы в урок который когда мы изучаем тору наполняя свою голову и душу вот этой божественной энергии божественным светом когда мы понимаем что зачем и для чего когда мы понимаем как надо действовать правильно когда мы понимаем что чтобы вокруг не происходило как говорил царь давид что даже если я буду идти бы гейтс алмавет если я буду даже идти долиной смерти но и рара не будет никакого зла и а то и мади потому что ты со мной я с тобой то есть он все время был в этом домике связи со всевышним и он понимал как у адама решено для него его тело у первого человека его тело это была одежда и он знал что он мог душа выходила прямо из его тела из его одежды до греха до дерева познания добра и зла также все великие праведники все люди которые понимают действительно тору они понимают что это тело это жизнь это всего лишь нити отрезочек маленький в котором мы проходим этот жизненный путь как уровень игры и потом душа вместе с сознанием выходит из этой одежды из тела и переходит в то тело которое ты себе построил в течение жизни тора и заповедями поэтому отлично вот сейчас мы построили кусочек и когда мы выходим потом из этого мира туда и встречаем новых а мы уже ему скажем она я знал как это было дело с ковчегом знаю знаю как ты зашел в ковчегах ты 120 лет рассказывал людям о том что будет потоп они не верили да да это для меня нет совсем не неожиданность я очень хотел к встретить а те люди которые не верили в бога которые не не верят в то что написано в торе они у них нет силы подняться в духовный мир они так и остаются все время привязаны к этому миру и все время они как бы прилеплены к этому миру все дорогие друзья всем хорошего дня удачи успехом чтобы заслуга изучения торы мы все с вами удостоились и вечной жизни и в этом мире чтобы всевышний слышал наши молитвы потому что когда мы слышим его потом он слышит нас когда мы выполняем его волю тогда тогда он выполняет нашу волю и вот это из эстер израиль который прожила не очень ему то есть есть впервые вот очень простая схема у сыра цена дело его волю как свою в дешу я сыра цена как и рациона чтобы он выполнил твою волю как его то есть если ты хочешь например что-то то это что-то пусть все твои желания будут во имя небес привяжи это свое желание к выполнению желания всевышнего и тогда ты вместе со всевышним будешь выполнять и его желание по ходу выполнится твое желание все очень просто то есть нужно те желания которые соответствуют воле всевышнего связать прямо с в одно целое что я выполняю волю всевышнего например я сейчас еду там по по своим делам но я знаю что выполняя эти дела я выполняю одновременно вот такую заповедь всевышнего и для меня заповедь всевышнего на первом месте а мое дело на втором месте и поэтому так как тот кто выполняет волю всевышнего у него будет поддержка от всевышнего то всевышний меня тоже поддерживает все всем удачи успехов чтобы вы каждый раз думая о своих желаниях вспоминали о желании всевышнего и связывали их вместе выполняя волю бога как свою и он выполнит твою волю как его все берем всевышнего в партнеры везде в бизнес берем его партнеры через массы через десятину он становится ваш бизнес-партнер берем его в партнеры в отношения семейные потому что семья это бог благословил семью раз про продолжение рода продолжение жизни на земле берем бога в партнеры во всех своих делах и везде будет удача все всем счастливо хорошего дня